Приветствую вас, дорогие братья и сестры, и благословение Господне на вас, доброго вам здравия, и мы сегодня вспоминаем преподобного Паисия Святогорца. Прямо скажу, что преподобный Паисий, вот настолько его масштаб личности, он значим, что даже трудно подобрать какие-то слова, и еще вот прямо скажу, если хотите устроить свою жизнь действительно по заповедям Евангелия, то читайте Паисий Святогорца, изучайте его житие, слушайте, вот слава Богу, его наставления, его слова, они есть в аудиоформате, можно в машине где угодно включать, напитываться духом преподобного Паисия Святогорца, и вот всегда поражает у него удивительная простота, какая-то вот непосредственность, да, то есть он ведь всего лишь несколько классов образования имел, вроде бы совершенно такой вот простой человек, но к нему шли за советом люди с тремя образованиями, которые там стояли на разных высотах социального уровня, занимали должности, какие-то ученые даже, и каждому преподобный Паисий что-то подсказывал, и вот мне особенно вспоминается, как вот наш современник, это греческий писатель Афанасий Роковалис, он познакомился тоже со старцем Паисием, и поэтому он оставил некоторые воспоминания о нем, и вот как-то он говорит, что однажды он старца Паисия вез на своей машине в Грецию и задает вопрос, отче, а вот Бог, он какой? Ведь Афанасий понимал, что преподобный Паисий, он ведь постоянно служит Богу, да, он постоянно молится, он, конечно же, был знаком с учением святых отцов, и Афанасий ожидал, что старец сейчас что-то такое богословское скажет, а вместо этого на вот этот вопрос, Бог, какой он, каков он, Господь Бог наш, старец Паисий вдруг как бы углубился в себя, и он начал молиться, и молился, он говорит, всего лишь около минуты, и вот то, что произошло, это вот оставило впечатление на всю его жизнь, потому что это и был подлинный ответ, и в этот момент Афанасий почувствовал живое присутствие Божие, а ведь он сидел за рулем машины и говорит, я совершенно не отключался, я контролировал машину, ехал, но при этом я почувствовал присутствие Божие, и Господь наполнял абсолютно все, и окружающую природу, и горы, и деревья, и воздух вокруг нас, и Господь присутствовал тут же рядом, и при этом не было ничего, чтобы выпадало из Божьей заботы о мире, то есть даже листок с дерева не упадет без воли Божией, и Господь открывался как удивительная любовь, удивительная радость, и вот это и был такой практический ответ, мы, конечно, не можем полностью передать вот это восприятие, личное восприятие Бога, благодати Божией, как это открылось Афанасию Роковалису, но это вот, сама вот эта ситуация, она говорит, что ответ может быть теоретический, а может быть практический, и вот старец Паисий, он как раз такой человек, который отвечал не теорией, не какими-то вычитанными из книг цитатами, а он отвечал самим опытом жизни и духовным откликом из небесного мира, и преподобный Паисий, он из простой греческой семьи, родился в 1924 году, а прожил-то он всего лишь около 70 лет до 1994 года, то есть вот как-то Господь так устроил, что на 70-м году он уже был взят из нашего мира, и вот происходил он из области Каппадокии, которая когда-то дала уже очень много святых людей, православной, христианской церкви, и, ну, не будем мы в это углубляться, там вот такое селение Фарасы, где жили его родители, но рождается старец Паисий, тогда его звали еще Арсением, а как получилось, у них родственник, кажется, по маминой линии был святой Арсений Каппадокийский, преподобный Арсений Каппадокийский, вот его попросили крестить младенца, а родители хотели назвать его в честь своего дедушки, в честь его дедушки Христосом. Вот так, в Греции есть такая традиция, что даже в честь Иисуса Христа имя Христос может тоже даваться кому-то из детей. Но старец Арсений, он сказал, хорошо, что вы помните про своего дедушку, но я хочу оставить тоже о себе память, и чтобы кто-то из ваших детей был монахом, поэтому назовите его Арсением. И вот так вот как бы уже он предсказывает, что вот этот младенец в будущем станет монахом и пойдет по стезям самого святого Арсения Каппадокийского. Ну, родители согласились, крестили его, и действительно с самого детства он проявлял вот это стремление к монашеству. А в то самое время, вот в чем была сложность эпохи? Это то время, которое называется у греков эпохой катастрофы, когда турки изгоняли греков. Ну, до этого был еще там и геноцид армян, и, в общем, много таких не очень хороших вещей. И получилось так, что многие греки вынуждены были уезжать из этих малазийских земель. И вот родители будущего старца Паисия, тогда младенца Арсения, они тоже погружаются в корабль, и кто-то поумирал-то из тех, кто отправлялся и ехал. А там была такая давка, что... А младенца исполнилось 40 дней только-только вот как раз на корабле, что в какой-то момент в этой давке его даже обронили, и кто-то наступил на него, и жизнь его была, так сказать, на волоске, и он мог умереть. И впоследствии старец говорил, что если бы вот я умер тогда, то меня бы просто вот выкинули бы в море, и тогда какая-нибудь рыбка скушала бы меня и сказала бы мне спасибо, а душа бы моя пошла к Богу. То есть он считает, что даже, может быть, тогда, когда вот душа после крещения ангельски чистая, это тоже как некий вариант спасения души, но, конечно, он так вот любил шутить на протяжении своей жизни, и Господь его, конечно, хранил, а когда они поселились в Греции, то он уже с детских пор стремился к монашеству, вот он читал, брал книги, и тут как бы он копирует в каком-то смысле, да, не то, что копирует, он про это даже не задумывался, но он фактически повторяет вот древние жития святых, что с детства такой вот ребенок сторонится каких-то слишком там шумных игр, что он тянется к божественным писаниям, он любит молиться, и у Арсения маленького, у него всегда в кармане была духовная книга, и больше всего он любил читать вот эти вот истории святые и Евангелие святое своим сверстникам, маленьким детям, и когда они не хотели слушать его, то он даже предлагал, что он выполнит за них какую-то работу, в те времена и дети выполняли очень тяжелые работы, и вот он соглашался за кого-то там посторожить лошадей, за кого-то принести воду для огорода, там что угодно, лишь бы они соглашались тоже послушать вот эти вот духовные повествования святой книги, и для него в этом была отрада, чтобы уже стремиться к Богу и других приводить к Богу. И так как он все время молился, уединялся, уже старался подражать отца москетам в поздничестве, то родители его были недовольны, и вот как-то приезжает его родственник, какой-то там как бы ученый человек, и родители просят, ну вот поговори ты вот с этим нашим непутевым сыном, уж больно он как-то вот много молится, и вот этот как бы ученый человек начинает ему говорить, ну да, вот ты почитаешь Христа, ну да, он несомненно там внес свой вклад, но он ведь был таким же, как и прочие религиозные учителя человечества, таким же, как Будда, как Магомед, там еще какие угодно, там Заратустра, поэтому напрасно ты так вот молишься ему как Богу, вот ты, мол, возьми что-то полезное и живи обычной человеческой жизнью, а Арсений, он был еще маленький, то есть ему лет 9 было, и он, собственно говоря, вот не мог на равных дискутировать, он только вот отмалчивался и как бы не принимал то, что сказал вот этот родственник, но тот уехал, и вдруг начались вот эти вот искушения, мысль восприняла то, что в мысли где-то запало, то, что говорит взрослый, и у него началась вот эта вот круговерть в голове, что Христос, может быть, не был Бог, что он всего лишь один из прочих учителей человечества, вот он потерял сон, и для себя он так решил, был Христос Богом или нет, я все равно его люблю, и все равно буду ему молиться. И так как вот это вот искушение продолжалось, то как-то вот он пришел в храм, рядом находилась церковь, это селение Конницы в Греции, и туда он заходит, чтобы зажечь лампады, и вот в храме никого не было, и он падает на колени и горячо молится, говорит вот «Господи, яви мне себя, дай мне какой-то вот знак». И он так вот долго усиленно молился, что действительно это было первое такое введение в его жизни духовное, когда открылись царские врата, и является сам Христос Евангелием и говорит «Аз есть воскресение и жизнь, верующий в меня, даже если и умрет, а живет, и верующий в меня, жив будет вечно». И вот это стало неким таким ответом на молитву и на сомнение маленького Арсения. И дальше вот он продолжает свой путь, он усиленно стремится к монашеству, хотя он очень любил и свою маму, братьев, сестер. Он, получив несколько образований, а там ведь потом началась война, Вторая мировая война, но он еще был совсем юный, и вот уже только в 45-м году его призывают на фронт, и он дает такой вот обет. Он говорит, что если вот Божья Матерь сохранит ему жизнь, то тогда он будет восстанавливать сожженный монастырь, рядом находился монастырь в Стомионе, сожженный немцами. И вот он говорит, что тогда я три года буду именно в этом монастыре служить Богу. Ну и что получается? Что вот его действительно на фронт отправляют, становится он радистом. И впоследствии он очень часто про это вспоминал, то есть он выучился радистом, и тут как бы две таких вот важных вещи. Во-первых, он тоже просил у Бога, чтобы ему никого не убить. Ему считалось так, что вот если он убьет кого-то, то потом всю жизнь его в последующей совесть его будет убивать многократно. А во-вторых, то, что вот именно радистом, то он извлек из этого духовные истины. Он говорит, что такой образ приводил, уже будучи старцем, что монахи — это вот радисты церкви, и они устанавливают нужную волну с Богом, передают сигналы о помощи, и тогда Господь не спосылает из небесного мира помощь людям. То есть разные есть те, кто занимаются какими-то хозяйственными делами, кто-то строит, кто-то созидает, кто-то проповедует, а вот монахи, они пребывают в молитве, и они находят нужную волну, волну смирения, волну чистой, искренней молитвы, и на этой волне их слышит Господь из небесного мира, как вот этих радистов, и посылает им свою помощь. Ну, надо сказать, что, конечно, война, она потом перешла в такую гражданскую войну, потому что прокоммунистические силы пытались Грецию, так сказать, перестроить, и все было очень непросто в этом смысле, из-за того, что Греция, в общем-то, она тоже в такой эпицентре борьбы, не хотели принять коммунизм, а коммунизм как раз-то ведь Советский Союз проводил, то, может быть, из-за этого они потом и вступили в НАТО, и вот это сейчас вылилось в то, то, что с Грецией есть некий тоже напряженность отношений, хотя уже от советского строя мы отказались, но само влияние НАТО сказалось на Греции. А вот Арсений, как только он расстается с воинским служением, то он и всецело посвящает себя Богу, он едет на Афон, причем в самый строгий монастырь, монастырь Эсфигмен, и там он проходит вот ту духовную жизнь, которую нам, не монахам, невозможно просто понять. Как это так вот, что спать там всего лишь несколько часов, да, ну, в общем, через весь свой строй жизни, через десятилетия своей монашеской жизни, он, какой у него был ритм, что он спал с вечера 2-3 часа. Ну, кстати, может быть, это и более полезно, да, не то, что вот ты там не спишь до 2-х часов ночи, а потом ложишься, да, в плане биоритмов как раз лучше вот спать с вечера, где-то вот с 10 вечера, вот. И на самом деле старец Паисий, он так вот и спал с вечера до полуночи, потом вставал на всеночное в день, и не просто на молитву, а на всеночное, и под утро он еще немножко отдыхал, и потом уже весь день проводил в каких-то трудах, вот, пост в монастыре Эсфигмен был предельно строгий, то есть такой пост, который нам, ну, просто вот невозможно тоже понять, как это человек может вынести. Спал он там на каких-то досках, и при этом он делал такие вот важные для себя наблюдения в духовной жизни. Ну, например, вот однажды, когда вроде бы он уже весь строгий постник, и говорит, я уже почти как вот скелет, и вдруг ночью чувствую, что как будто женское дыхание над моим ухом, то есть дьявол является в образе женском, чтобы искусить его. Он, конечно, перекрестился, помолился, это исчезло, идет к старцу, а тот его вразумляет, что это значит, что предшествовали какие-то помыслы гордости вот этому искушению, потому что если ты вот соблюдаешь весь строй монашеской жизни, вообще духовной жизни, постишься, да, там молишься, и при этом появляются такие искушения, то этим искушением нет оправдания. Это значит, что где-то внутри действительно зародился помысл гордости, и он начинает анализировать себя, и действительно говорит, я заметил, что стал думать о себе, будто бы я уже достигаю каких-то высот, что я как будто нечто вот значу, и Господь меня вот через это искушение вот так смирил. И вот так вот он перестраивает свое отношение к духовной жизни не как к зарабатыванию себе бонусов, да, а духовная жизнь, она как раз помогает человеку раскрыть свою подлинную такую простоту, непосредственность перед Богом, когда мы абсолютно и ничто. Мы понимаем, что сами по себе мы ничего не значим, вот уже будучи пожилым, когда у него там и грыжи, и обилие болезней, он тоже говорит, что вот я однажды вот молился, и молился, оказалось, что даже не присаживаясь, много часов на ногах. И Господь сподобил его такого благодатного, радостного действия, а после этого я подумал, что вот пойду-ка в келью и опоясую себя кожаным ремнем. Ну, когда страдаешь грыжей, да, это все понятно, особенно если поклоны класть. И вот как только прихожу в келью, так тут же падаю от боли, то есть до этого много часов он не чувствовал боли, потому что Господь его поддерживал, а как только он решил положиться на свои человеческие силы, тут же обнаружилась вот эта человеческая немощь. Оказывается, человек ничего не может. И это как раз тоже один из важных выводов в духовной жизни, что сами мы перед Богом абсолютно ничто, и только от Господа наша подлинная сила, наша жизнь, да все, что может быть благого, оно подается только от Бога. И вот он в монастыре самым строгом, эсфигмен, он проводит свои понвиги, и тут вдруг Господь открывает ему, что нет, ты ведь дал обет послужить Богу в обители Стомион, когда вот еще уходил на фронт, а раз дал обет, значит, ты должен его выполнить. Ну как же, размышлял он, ведь я же принял после этого монашество, и таким образом как бы полностью посвятил себя уже всецелому такому служению Господу, отрекшись от предыдущего всего, значит, обеты не должны были взыскиваться, оказывается нет, и старец ему говорит, что ты должен вот пойти послужить там, и он переезжает, возвращается в родные края, действительно начинает восстанавливать вот этот порушенный, сожженный монастырь в Стомионе, и все он делал своими руками, а ему очень повезло, что он овладел плотницким ремеслом, он особенно уважал вот это ремесло, потому что сам Господь наш Иисус Христос от Иосифа тоже овладел вот этим плотницким ремеслом, и Арсений, вот в иночестве он оверкий, а затем уже в великой схеме он поэсий, он совершает вот эти вот труды, зачастую носит на себе материалы, и жизнь вокруг начинает преображаться, и даже вот местные жители, которые там были, они видят, что это действительно вот святой человек, и сейчас там ходит, конечно, много легенд, хотя, наверное, за этими легендами действительно приоткрывается некая вот такая вот реальность жизни старца Паисия. Например, говорят, что когда у него болела голова, то он просто прикладывался к иконе Божьей Матери, молился, головная боль проходила, что много разных каких-то чудес, что он даже, когда готовил тесто для Просфорта, не клал туда закваску, а просто вот мука с водой осенял крестным знаменем, и тесто само собой подымалось. Ну, так или нет, во всяком случае, действительно, очень много было чудес, а самое главное чудо – это его вот такое вот сердечное, искреннее и вот всецелое обращение к Богу, но и к людям, и к людям. Настолько его уважали, что достаточно ему было попросить, чтобы кто-то вот помог монастырю, все тут же откликались. А почему так? А потому что он сам как раз прежде всего помогал бедным, неимущим людям. Он организовал такие сборы, ставил специальные такие вот ящички, куда жертвовали имущие, и потом из этого уделял людям нуждающимся. И самый главный плод вот этого его пребывания в обители Стомин, там он пробыл три года, впоследствии он говорит, что промысл Божий, я еще сам, говорит, не догадывался об этом, заключался в том, чтобы через вот мое пребывание там вернулись 80 семей в православие, потому что начались сектантские вот эти тенденции, проповеди, и люди приходили на вот эти сектантские общения, какие-то там вечери, слушали их и начинали потихоньку уходить из православия. И вот старец Паэсии, он узнавал, кто именно туда идет. С такими людьми он беседовал, кого-то привлекал трудиться в монастыре, а потом однажды он повстречался с этим вот пастором, руководителем вот этой протестантской сектантской общины и попросил его вообще не приезжать в эти места. Ну и тот, как ни странно, прислушался. Поэтому 80 семей, которые уже было уклонились в сектантство, они вернулись через старца Паэсии в православие, а сам он вообще-то как говорил, что я пришел к выводу, что только человек, который вот, ну, слишком эгоистичен, только такой уклонится из православия, уйдет куда-то в другую там секту или религию, потому что человек смиренный из православия никогда не уйдет. А вот гордый, эгоистичный, он обязательно чем-то будет обижен, чем-то будет недоволен, и его, так сказать, вот собственный его эгоизм, он прогоняет его из православия. И вот, совершив вот это даже не три года, а четыре года он там находился, он едет на Синай, а Синайская пустыня – это такой вообще запредельный аскетизм, это сплошные камни, это отсутствие каких-либо вспомогательных средств, веществ. Там рядом кто? Только бедуины живут, да и те постоянно нуждаются. И там, кстати, старец Паисия, он настолько любил этих простых бедуинов, что зачастую приходил к ним, узнавал, что у кого чего не хватает, и приносил им продукты, помогал им. Там уже старца Паисия, кстати, монахи встречает как наставника, монахов было мало, а он уже получил некоторый навык, хотя еще, может быть, не так много. И вот благодаря ему упорядочивается духовная жизнь, потом он переходит в отдельную келью-пещеру, где живет как отшельник, и те, кто были рядом, вдруг наблюдают, что его не боятся дикие животные, которые его навещают. И даже вот он подружился с двумя куропатками, он сам впоследствии вспоминал, что они особенно утешали меня в дни моих каких-то вот огорчений, и я с ними беседовал. Но вообще насчет диких животных старец Паисия очень много говорил. Он говорит так, что лучше общаться с дикими животными, нежели со злыми людьми. И ты вот постарайся прежде всего находить дружбу со святыми людьми. А если нет у тебя дружбы со святыми людьми, то тогда лучше дружи с дикими животными. Иначе просто люди могут оказаться хуже, чем дикие животные, и где-то тебя могут погрызть. Ну, конечно, может быть, он тоже немножко так вот шутил, но он говорил, что животные, они очень чувствуют наше настроение, наше внутреннее состояние. Поэтому если мы идем как хищники, если мы вообще живем хищнически, то они боятся и тоже проявляют хищничество в отношении нас. А когда мы имеем к ним добрые мысли, то они это чувствуют и к такому человеку тянутся. Ну, впоследствии, даже когда он уже на Афоне, одно время там жил митрополит Амфилохий Радович. А это удивительный тоже такой вот архипастер в сербской церкви, который хотел именно на Афоне тоже пройти аскетическое делание. И около года он жил рядом со старцем Паисием. Вот сам митрополит Амфилохий отошел ко Господу в 2020 году, царство ему небесное. Сохранились его вспоминания. Он говорит, что однажды пришел и увидел, как старец Паиси разговаривает с жабой и говорит, что давай вот мы будем вместе кладь поклоны. И действительно, сама жаба, немножко квакая, делала поклоны пред иконами вместе со старцем Паисием. Ну и много других вот всяких, и птиц, и животных. И там даже он и мышек бывает поил, да, и не боялся змей, и змей угощал, и те тоже принимали питье из его рук. То есть то, что нам как бы даже противно, нам кажется, что это вот как-то, ну, отвратительно, а он во всем видел Божие творения, красоту богозданного мира. И вот там, на Синайской горе, он как раз вот сподобился, ну, то, что вот говорится, вот это вот исихии, да, вершины исихазма, безмолвной молитвы и созерцания нетварного божественного света. Это было уже там. Мы говорим об этом очень кратко, потому что мы не можем передать всего этого, иначе мы просто вот в своих фантазиях впадем в какую-то прелесть. Но Господь, вот, Он каким образом все-таки выявил его из Синайя? Синай – это вот та обитель, она слишком удаленная. То есть, видимо, для пользы людей нужно было перевести старца поближе. Ну, поближе как? Это вот на Афон, все-то едут на Афон, посещают паломники, спрашивают совета. И вот у старца Паисия у него проявилась болезнь, болезнь легких. Думали, что это вот астма или еще что-то такое. Он кашлял кровью. И привело это к тому, что ему удалили большую часть левого легкого и небольшую часть правого легкого. Долго не могли правильно поставить диагноз. И впоследствии старец Паисии, он как объяснял, что как-то к нему за советом пришел человек, у которого что-то там как раз вот с легкими была какая-то очень тяжелая болезнь. И он просил молитв и просил помощи, но не для себя, а просто даже помолиться за его жену и детей. И старец Паисии тут же вот у него такая была отзывчивость у святого Паисия, такое сострадание, что он тут же вот молился, и при этом ему старцу Паисию было открыто, что вот если вот хочешь вымолить человека, то ты должен быть готов принять на себя его боль и его болезнь. И вот в конкретном случае вот даже было сказано, вот хочешь ли ты вот принять на себя болезнь вот этого человека, чтобы вымолить его и его семью. И, видимо, старец вот согласился, поэтому ему была дана такая вот болезнь. И впоследствии он говорил, что вот в чем как раз сила молитвы. Сила молитвы в том, что ты, вымаливая кого-то, готов попросить у Бога вот взять на себя его ношу, его диагноз, его заболевание. Вот мы с вами готовы на это? Вот не готовы. Понимаете? А некоторые, они поднимаются до такого вот уровня, что они готовы понести ношу другого. И вот такая молитва, даже Господь не обязательно даст им эту ношу. Не обязательно, но он болезни всех людей, которые молятся, такой смиренный человек, возложит на него. Но вот молитва этого смиренного человека, она принимается. Вот именно такая жертвенная, самозабвенная молитва. И вот, видимо, в данном случае было именно так, но промыслом Божиим он возвращается на Афон. И на Афоне, кстати, вот тут у него уже его духовник, это русский старец, отец Тихон, о котором сохранились некоторые удивительные воспоминания. И сам святой Паисий о нем впоследствии очень тепло, отзывчиво всегда говорил. И вообще про русское наше православие всегда очень положительно и высоко отзывался, что Россия она хранительница веры евангельской, веры христовой, как бы некое свидетельство для всего мира. И вот этот вот старец Тихон, он настолько был добрый, мудрый и смиренный, что сам святой Паисий, он к нему все время ходил за советами. И вот именно старец Тихон ему говорил, что вот нет, ты полностью не уходи в отшельничество, полностью не затворяйся от мира. Вот все-таки если вот кто-то хочет быть учеником, кто-то хочет жить рядом с тобой, то таких не отвергай, но просто вот имей в отдалении некоторую келью, чтобы иметь возможность уединенно молиться. И вот образ вот нашего русского старца Тихона, он как бы запечатлелся тоже в душе преподобного Паисия Святогорца, просто вот отца Тихона, почившего, мы, к сожалению, мало знаем, а святой Паисий Святогорец, он известен всем. И вот к нему идут тысячи людей уже. Причем старец Паисий относился к этому совершенно просто, то есть он никого, собственно говоря, не звал, но никого и не гнал. А некоторые они идут и хотят вот некого как бы чудотворения, чтобы он непременно избавил от бед. И вот сам святой Паисий говорил как вот, что в основном три беды, с которыми к нему обращаются, писали письма или приходили люди, какие-то три беды. Это либо семейные какие-то проблемы, раздоры, разлад семьи, то есть это вот первая проблема. Вторая проблема это психические расстройства, ну, в основном там депрессивные какие-то, вот нервные срывы, то есть психические проблемы, вот второе. и третья, и третья, это рак, онкология, которая очень увеличилась в мире со второй половины двадцатого века, и люди оказываются как бы в такой безысходности, вот они идут и просят его помолиться, думая, что он должен все беды разрешить, тогда как смысл старца не в том, чтобы он снимал с нас жизненный крест, а в том, чтобы как бы подсказать нам и увидеть смысл внутри самих этих скорбях. И вот один греческий вот юноша, который был прикован к коляске инвалины, Константин или Костас по-гречески, он много слышал про старца Паисия, вот удалось на этой коляске его привезти на Афон, там в какую-то обитель, он всех там расспрашивал в монастыре, где остановился про старца Паисия и вообще вот как быть. Ему говорили монахи по-простому тоже, они очень такие непосредственные люди, но что ты без дела склоняешься, ты вот просто молись, вот посещай храм, исповедуйся, вот и так далее. А он думает, ну как так вот, что это я без дела слоняюсь, у меня ноги не действуют, да, и мне хочется ходить, и там кто-то предлагал ему очень дорогую операцию и какое-то лечение дорогое в США, и вот как раз он узнает, что приезжает старец Паисий в какую-то колеву, то есть отдельный как бы некий скид, и Константину туда переправляют, и когда он приходит, приводит его на этой колясочке, завозит к старцу, то тут его с любовью ласково встречает, обнимает, и говорит, да, говорит, огорчен ты, что вот эти вот ножки у тебя не ходят, но ведь эти ножки тебя и приведут в рай. и потом он вот его обнимает и начинает вот, он про себя, конечно, молит старец, приподнимать его над его коляской, и происходит действительно чудо, вдруг Константин начинает ходить ногами, радости его предела не было, и вот когда он в порыве этой радости уже думает, что все, и вдруг неожиданно старец Паисий его сажает обратно, и ноги его утрачивают опять силу и возможность ходить, и говорит ему отец Паисий, что ты знаешь, вот все-таки нет воли Божией тебе исцеляться от этой болезни, и никуда не езди, ни в какую там Америку, а возвращайся в Грецию, а воли Божией нет, вот почему, потому что не только ты сам будешь спасаться, но и люди, которые будут заботиться о тебе и вот проявлять эту заботу, тем самым они будут спасать свои собственные души, то есть те люди, которые о тебе будут заботиться как об инвалиде, то есть ты не только себе доставишь духовную пользу, но и тем людям, поэтому вот с этим, так сказать, и возвращайся в Грецию, конечно, чисто по-человечески нам это трудно принять, но жизнь на самом деле очень быстро пробегает, и мы все время теряем вот этот наш сегодняшний день, а в чем как раз феномен старца Паисия, а в том, что вот он сегодняшний день, не терял для Бога, да, то есть он не посвящал каким-то там злым мыслям, каким-то, ну какой-то суете, беготне, гонке зачем-то, а он всецело посвящал свой ум и свое сердце Богу, и вот он говорил, что вся как бы сердцевина спасения, это то, что происходит во многом у нас в мыслях и в наших сердечных движениях, вот чему ты посвящаешь свои мысли, чем ты наполняешь, и он говорил о том, что надо бы возделывать добрые помыслы, а это как? Обычно ум наш наполняется злыми мыслями, а вот ты постарайся в каждой ситуации увидеть что-то божье, что-то промыслительное, ну например, вот говорит он, едет человек на автомобиле, куда-то не успевает, и какая-то у него там допустим поломка или вот он стоит в пробках и в итоге он опаздывает туда, куда ехал и у обычного человека у него мысли все, то есть он выходит из себя, да что же это такое, говорит, вот я опоздал, да, и мысли его бурлят, вот как пузырьки в воде, которая вот кипит и он изъедает сам себя, уничтожает и ругает все на свете такой человек, а вот как вас делать правильный помысл, а вот ты в этой ситуации скажи, что ветерина присутствует Господь Бог и значит он не случайно меня придержал, не случайно меня он задержал на время, может быть он уберег меня от какой-то аварии, от чего-то вот опасного для моей жизни, и вот слава тебе Господи, что ты ведешь меня именно таким путем, и старец Паисий вспоминает, как однажды он с Афоны выезжал в Грецию и вот там вместо автобуса их погрузили всех на какой-то грузовой автомобиль и туда всех там и мирян, монахов, детей, учащихся Афониады, это школа такая для мальчиков на Афоне, и вот в том числе какие-то торговцы, какие-то коробки там пустые из-под рыбы, и говорит вот один монах его там забросали этими коробками, одна голова только видна, а рядом со мной говорит, на камейку сел толстый мирянин, и вот он все был недоволен, что вот нет автобуса, вот целых два часа ехать, я говорю, ты его увещал, ну что же ты так все время возмущаешь, вот посмотри на этого монаха, который завален этими коробками, а он и только успевает коробочки эти отодвигать от своей головы, и отец Паисий спрашивает, как ты, отче? Да ничего, слава Богу, говорит, ведь это же лучше, чем быть в аду, вот мы-то всего лишь два часа сейчас немножко потеснимся, а каково тем, которые в аду находятся, насколько им плохо, вот слава тебе, Господи, что ты нас избавляешь от этого, что ты даешь нам совсем другие страдания, и отец Паисий говорит, что вот нужно извлекать всегда что-то положительное из происходящего, даже если вот тебя окружают какие-то беды, то пойми, что именно Господь через это ведет тебя к спасению, поэтому прославь Бога, и пусть добрые мысли наполняют твой ум, и старец Паисий, он любил приводить такой образ, это уже как некая притча, которая ходит у нас в интернете, в книгах публикуется, вот как пчела и муха, да, то есть вот пчела, даже если она будет пролетать через какие-то вот там мусорные свалки, она все равно там нигде не опустится, она найдет прекрасный вот цветок, на который сядет и будет собирать добрый нектар, а муха, даже если она будет пролетать через прекрасный сад, она все равно где-то найдет грязь, и на эту грязь опустится, вот так и люди, они уподавляются одни пчелам, другие мухам, и вот сам выбирай, кто же ты, а от чего это зависит, от того, чем, какие мысли у тебя, на что ты обращаешь внимание, хочешь ли ты видеть доброе или злое, быть всегда недовольным или Бога благодарить, и даже вот наши грехи, они, если вот мы смиряемся и каемся, и это мы можем обратить себе во спасение, вот как говорил отец Паисий, что даже вот великие грехи, они могут стать исходным материалом для нашего спасения, вот как это было у Марии Египетской, вот как у того мытаря, который каялся, то есть такой человек, он как бы имеет некоторый потенциал для духовного возрастания совершенства, потому что он будет каяться, а тот, кто не кается, тот никогда не спасется, но при этом старец уточнял, что если великий грешник, он вместо того, чтобы смиряться, начинает еще и гордиться, то тогда у такого грешника, у него мытаревы грехи, но и при этом еще и фарисейская гордыня, гордыня того фарисея, который в Евангелии превозносился над мытарем, а тут получается все это совмещается, и, так сказать, вот ты и мытарь, ты же и фарисей, который гордишься этим, и спастись, так невозможно, а молитва смиренного, кающегося человека, она творит буквально чудеса, и старец вспоминает одного тоже мужчину, который приходил к нему, и вот этот человек, он в своей молитве даже сподобился тоже созерцание Божьего нетварного света, и старец понял, что это было истинное откровение, а потом оказалось, что вот почему это было дано как утешение такому человеку, что вот он был женатый, дети, а жена его вдруг стала говорить ему, что ну вот мы все время там дома сидим, надо бы куда-то выходить, давай ходить туда-сюда, развлекаться, ну он выходил с ней, потом она говорит, что я хочу вот просто вот одна с подругами отдыхать, а ты сиди с детьми, ну деваться некуда, он с детьми остается, потом она просит, чтобы он уже снимал ей отдельное какое-то жилье, где бы она одна проводила время, и вот туда она начинает приводить каких-то своих друзей, и потихоньку становится она на путь распутства, так что в конечном итоге нисходит глубинам вот различных плотских падений, и вот этот муж молится именно о ней, он не о себе молится, не о том, чтобы ему там как-то духовно преуспеть, а он молится, чтобы Господь нашел какие-то способы спасти ее заблудшую душу, и вот в именно такой жертвенной, самозабвенной молитве ему и дано было Божие утешение, как вот созерцание вот этого Божьего нетварного света, и отец Паисий, он это приводит как пример того, что вот наша молитва, мы должны забыть о себе, то есть мы молимся о ком-то, если о себе, то только вот с покаянием в виде своей грехи, и рядом с таким человеком всегда будет Господь Бог, и вот последние свои дни, конечно же, святой Паисий, он тоже окончил достаточно непросто, потому что у него был рак, рак кишечника, не сразу это было обнаружено, ну, в общем-то, он тоже признавался своим близким людям, что вот так как он очень молился за страждущих этим недугом, и просил, чтобы лучше ему была дана такая болезнь, а некоторые ведь, о ком он молился, действительно исцелялись, и вот Господь как бы возлагает на него эту участь, понести за других, и стадия была уже совершенно запущенная, этого заболевания, там уже поражены легкие, печень, а он как раз в это время выезжал с Афона на материк, и вот тоже промыслом Божиим он уже не может вернуться на Афон, остается в обители Сурати, и там на праздник в День святых апостолов Петра и Павла в 1994 году он оканчивает свой жизненный путь, и промысл Божий именно в том, что он, если бы он на Афоне, то туда приезжали бы к нему только мужчины, а как же женщины, как же вот те, кто не могут, там вообще сложно все это выбивать, разрешение на Афон попасть, а вот туда, где он сейчас покоится, может приехать всякий, это намного легче, вот, и второе, конечно же, сам отец Паисий, он говорил, что вот сейчас вот ко мне люди приходят, а когда я уже выйду из тела, то тогда я смогу сам приходить к людям и помогать им, вот каков он старец Паисий, святогорец, и повторю, что было бы очень важно, чтобы мы регулярно слушали его беседы, читали его наставления, постоянно возвращались к примеру из его жизни, мы только самые малые крупицы привели, а старец Паисий, святогорец, это вот не просто святой, а он как бы вот уникальный даже среди святых, такие люди, они рождаются, ну, один, может быть, на 500 лет, и когда появится еще подобный старцу Паисию, трудно сказать, конечно, все в руках Божьих, а вот он жил совсем недавно, даже вот некоторые знакомые, они тоже у него бывали, и значит, что Господь вот через таких подвижников он не покидает нас, да, собственно говоря, и старец Паисий, он никуда от нас не исчез, не ушел, он сейчас даже еще вот больше слышит нас, когда мы можем обратиться к нему в молитве, вот, постараемся хотя бы немножко подражать его такой простой, непосредственной, искренне чистой жизни, ну, и молиться ему, конечно же, во всех наших жизненных невзгодах, в самых разных ситуациях, преподобнее Отче Даши Паисия, моли Бога, о нас. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok